здравствуйте друзья сегодня хочу порисовать такой вот лунный пейзаж вообще мне напоминает мексику потому что здесь такие кактусы и такая такие горы вдали соответственно как мексиканская такая долина есть цветы на переднем плане звездное небо большая большая красно-желтая луна вот это я рисовала акрилом на картоне обычный даже не грунтованный ну а сейчас порисуем гуашью можно будет акварель кое-куда добавить на обычном листе бумаги меньшего формата тоже квадратный вот буду рисовать без наброска пейзаж тоже черный а вот сначала прорабатывать более холодным оттенком синего сверху ниже будет у нас потеплее и потом будем добавить красно добавлять красновато что были вот фиолетовые ближе горизонту фиолетовые такие отливы и так начинаю беру большую кисть круглую белку можно акварелью чтобы поплотнее было сделать гуашью и начинаем прокладывать небо далее беру другой более такой голубоватый теплый вливаю его в этот оттенок еще раз прохожусь холодным синим темным конечно такого плотного эффекта как акрил гуашь не даст но тем не менее тоже интересно будет можно и акварелью вообще делать более прозрачный этот пейзаж акварелью теперь беру красный добавляя веду до линии горизонта все пусть подсыхает когда высохнет белилами нарисуем 0 сверху уже будем прорабатывать другими оттенками желтым красным коричневатым там разные оттенки кратер лунные кратеры так пока сохнет вверх можно поработать с низом здесь у нас зелень также беру разные оттенки зеленого начинаю с желтой зеленого у меня уже намешан он такой брезоноватый беру щетинистую кисть щетинку и сначала давайте знаете что сделаем вот эти вот даль даль да для этого нам надо охру либо желтой смешать с белилами либо охру взять охру можете мешать делайте на палитре я привыкла на бумаге теперь сюда же белила не забываем про салфеточки вытирать кисточки удобно салфетками вот чем ближе к горизонту тем светлее вот прошлись белилами далее зеленый желтый зеленый вот так наш мягиваем здесь оставляем тропинку можно даже сразу вот так вот ее обвести условно так еще охры сюда же то есть принцип тот же акрилом я также делала так берем теперь светло зеленый то есть идем от светлого к темному понятно да вот по оттенкам смотрим можно смешивать с желтым можно прям вот здесь так добавлять она тут будет перемешиваться можно работать плотнее гуашью я все-таки больше акварелист поэтому и гуашью работаю практически как акварель так темный вот другой оттенок сюда также добавляю желтый зеленых что все не было одинаковым не сливалось сюда же тоже свет проникает попадает понятно что здесь темнее будет у нас на переднем плане чем ближе к луне тем светлее но тем не менее и сюда проникает лунный свет яркий поэтому вот так сделали давайте чуть ниже опущу вот так тропинка так также берем охру проходимся ей не забываем перспективу тому же да у горизонта к нам шире тропинка расширяется сгибается добавляем желто-зеленых оттенков темно-зеленых тут же не дожидаясь особо пока высохнет чуть-чуть красноватого темно-зеленого все сейчас подсохнет потом чуть-чуть белилами да добавим белил так подсохла можно делать луну тоже круглую белочку белил беру на кисть набираю и делаем луну можно взять какой-нибудь круглый предмет поставить обвести по просохнет еще раз покроем белилами потом уже будем делать эффекты пока здесь просохла можно делать горы горы делаем тоже синим сине-фиолетовым темным соответственно темным так беру локальный синий цвет ничего не добавляя и начинаю делать очертания гор делайте немножко разной высоты чтобы они не были чтобы получался у нас фиолетовый оттенок так промываем кисть берем еще синий добавляем теперь берем белил на чистую кисть вот так вот проходимся видите она все сама стекает и очень красивые эффекты получаются как раз даты размытости на линии горизонта где считается много красоты добавьте еще синего все 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 ничего страшного что потекло то можно все это подправить так с горами пока все потом сделаем белилами тут блики вот эти на горах от луны луны можно еще раз пройтись белилами по луне лучше брать не цинковый как у меня белила титановые они более кроющие менее прозрачные конечно сейчас намучаюсь этими цинками надо купить титановые местами добавляю желтый охру небо я также еще немножечко прокрыла как вы видите и такие красивые натеки получились на ум и даже оставлю как узоры классные получились ждем пока все это подсохнет так пока белилами прорабатываем прорабатываем тропинку сверху прям чтоб она не была сильно уж такой цветной проработали сделали такую умную дорожку вот далее тут у нас подсохло можно рисовать кактус такой вот у нас большой кактус темно-зеленый беру темно-зеленый цвет гуаши и начинаю прорабатывать вот он практически около тропинки вот снова не можно отметить вот начинаем вверх тянуть немножко изогнем чтобы он не был сильно таким прямым вот так основание соответственно толще чем ближе к верхушке кончику дать я потоньше слева где теневая от луны страна до делаем сразу более насыщенным делаем отростки боковые также набираем этот же цвет темный гуаши и делаем нижние начинаем с нижних тоже довольно толстые нависает аж над тропинкой так кончиком также чуть потоньше можно акварель брать так сейчас кисточку плохо отмыло хорошенько отмыть и немножечко вот такая более больше кратеров видно нежели с правой стороны возьму также медовую акварель она очень яркая и желтым еще пройдусь чуть-чуть добавлю красному но неравномерно беру охру добавляю различные оттенки беру опять белила также добавляю белил некоторые вот так продолжаем не ждем пока высохнет делаем различные эффекты на луне оранжевые разные оттенки берем красные и добавляем таким образом все теперь пусть подсыхает где-то лишнее чуть-чуть вымокать как раз такие как лунки кратеры ну вот на планету похоже даже больше белилами подчеркиваем краешки все пусть луна у нас подсыхает в небо также добавляем этих белил от луны вот цветы идут такие по небу по небу еще немного таким образом теперь горы белилами также прорабатываем кончики но с правой стороны у нас будут по большей частью под лунные куда свет падает также сразу не дожидаясь добавляю желтого чуть-чуть белил вот здесь где у меня стекло правда там красивый такой был затек чуть-чуть туманности в горы так ждем пока подсохнет теперь можно в кактус по мере высыхания то есть работаем кактус также берем сначала охру то есть потемнее да вот желтый и от середины кактуса делаем такие вот в лунках да свет в этих рифлениях он же рифленый такой у нас получается как еще плохо подсохла мне особо некогда вы можете ждать пока высохнет еще лучше вот таким образом добавляю мы все части вот добавила охра теперь берем желтый поярче и уже будем добавлять ближе к луне да получается в правую часть кактуса нет сначала тогда сделаю белилами белилами выберем эти участки сверху уже сделаю желтизны потому что все таки это не акрил она не перекроет гуашь все равно есть гуашь все ждем когда подсохнет и также добавим желтизны так много желтизны в луну вот так как Чуть-чуть синевые в горы. Другого оттеночка. Горы хорошо получились, больше их трогать не будем. Продолжаем теперь здесь внизу кактусы. Мы берем синий с зеленым, смешиваем, можно прям в крыше, начинаем делать кактусы. Синевой сразу, поэтому кактусу, не теряя времени даром, сразу подчеркиваем синевой. 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 Таким образом все это черкнули. Так, там еще у нас есть кактусики. Такая кактусовая долина. Не скалиновая долина. Не знаю, сразу вспоминается Кастанеда. Кто читал, тот поймет, о чем речь идет. Так. Здесь еще. Думаю, хватит, наверное, кактусов. Все. Достаточно. Теперь берем ватные палочки. Штуки 4 сразу, вот так побольше. И начинаем делать уже цветы. Цветы будем делать. Так, для этого желтый, красный я беру, синий. Начну, наверное, с темного, с синего. Или давайте лучше, наоборот, со светлого. Со светлого, наверное. Давайте с красного. Так, где у меня красный гуашь? Прям макаем, не смачивая. Просто макнули вот в гуашь, в баночку за гуашью. И начинаем жмякать. Не бойтесь рельефности. Пусть прям некоторые будут даже торчать над бумагой. Красиво. Так, далее. Переворачиваем палочки и макаем в желтый. Так же прошлись. Все. Там вдалеке у нас будут такие больше желтых. В желтых. Так, теперь берем синюю, голубоватую. Красными макаем. И она как раз при смешении чуть-чуть фиолетовый даст такой оттеночек. Вот такие вот. Чем ближе к нам напоминает, тем более насыщенная. Чем дальше, тем более уже такие бледные, размытые. Красные макаем. Еще красноватого возьму. Прям сверху. Все. Пожалуй, хватит. Слишком яркие цветы получились. Так, заканчиваем с луной и кактусом. Еще белилами чуть-чуть проработаю. Еще холодная, по идее. Так, ничего особо теплого нет. Это просто, да, солнце отражается от луны и, соответственно, получается. Кажется, она желтой. В самом деле, конечно, она мертвенно-бледная. Наша лунушка, луна. Вот. Много-много там разных оттенков. Такая красивая, кстати, неплохая луна получилась. Так. И в эти вот отражения от луны блики также добавляем желтизны. Свет. Так. Вот так. Вот так. Ну, теперь кактус. Белила высохли, беру желтую акварель, я беру, потому что гуаши у меня нет, желтый кончилось. Так, конечно, лучше брать гуашь на плотнее и покрываем все места, куда попадает лунный свет, желтый. Таким образом, еще чуть-чуть беру темно-зеленого, чуть-чуть прорабатываю рифление в падинке, в кактусе. Чуть-чуть синеватого, им тоже прорабатываю теневую. Чем больше оттенков всегда, тем лучше, тем интереснее объем не смотрится тот или иной предмет, будь то природа, портрет или что-либо еще. Вот таким образом. Добавив синевы. Вот так. Теперь остается сбрызнуть небо, имитировав звезды тем самым. Я хочу взять веерную кисть, попробовать ей это безобразие исполнить. Не знаю, что сейчас получится. В принципе, все отлично получается. Гуашь плотная, отлично. Ну ладно, попала на кактус, так и быть. Ох, большая звезда. Где-то комета летит у меня тут. Тоже неплохо получилось. Вот таким образом. Вот, какая у меня луна. Так, что же, тогда чуть-чуть подмажу кактус. Все-таки, чтобы он не был таким уж звездным. В принципе, картина готова. Я думаю, достаточно вот оригинал. Сейчас я покажу поближе. Вот, смотрите, акрил у нас, вот акрил, вот гуашь. Тоже неплохо. Согласитесь, даже еще более ярко, кстати, получилось. Здесь, конечно, луна у меня не такая яркая почему-то, но тоже достаточно, достаточно неплохая луна. Ну что же, всего вам хорошего. Рисуйте. До свидания.